Сложно найти хозяйку, на кухне которой не было бы риса. Этот злак используется во многих странах мира. Но полезные свойства риса не заканчиваются на приготовлении вкусной каши. Сегодня мы расскажем о некулинарных способах использования этого замечательного продукта. Если вы нечаянно уронили телефон, смарт-часы и другие гаджеты небольшого размера в воду, то их можно реанимировать при помощи риса. Ведь этот злак является эффективным поглотителем влаги. Вам нужно достать батарею и симку с телефона, положить его в сырой рис и оставить там на всю ночь. Утром соберите гаджет и попробуйте его включить. Кофемолка, как и любая другая бытовая техника, нуждается в периодической чистке. Чем дольше вы пользуетесь устройством, тем больше кофейная пыль проникает в нее и тем сильнее она впитывает масла. Из-за загрязнений двигатель будет перегружен, а масла испортят аромат готового напитка. Чтобы не допустить подобных последствий, регулярно очищайте кофемолку. Инструкция проста. Насыпьте в устройство столько риса, чтобы он полностью покрыл ножки. Включите кофемолку и дождитесь, пока он превратит злак в муку. Подождите некоторое время, пока измельченный продукт впитает неприятный запах и уберет все загрязнения. А потом отправьте рисовый порошок в мусорное ведро. Секрет вечной красоты и молодости азиатских девушек заключается в том, что они используют рисовую воду для умывания. В состав риса входит много антиоксидантов, минералов, витаминов, таких как В1, С и Е. Они являются хорошим помощником в процессе ухода за кожным покровом. Рецепт омолаживающей воды очень прост. Нужно замочить рис в фильтрованной воде на 20-25 минут, по истечении времени процедить, после чего приступить к умыванию лица. А как вне кухни используйте рисовый? Делитесь с нами рецептами на нашей странице ВКонтакте.